Раз, два, три... Если бы не этот человек, то, наверное, я как музыканта и как саксфониста не был на профессиональной сцене. Я ему за это страшно благодарен, потому что его система, его школа, его труд, в первую очередь, и он сам очень ответственный человек, очень ответственно относится к тем людям, я бы даже так сказал, к тем людям, которые приходят к нему. В данном случае это мы ученики, которых он по-своему любит, которых он по-своему воспитывает. Он вкладывает в нас весь свой талант, весь, все свое, что сказать, любовь, и к музыке, и ко всему вообще. Поэтому он, конечно, уникальный человек. Раз, два, три... Это, во-первых, большая честь учиться у такого педагога, и это такой бренд, что ты ученик Александра Викторовича Асичака, потому что к тебе уже отношения. Ну как студент Рамы Мегнесиных, да, это своеобразное звание, так и студент Александра Викторовича Асичака. Это уже много тебе дает. Причем не только саксофонист, но и кем бы ты ни был, у него даже по ансамблю учился, хоть ты контрабасист, хоть ты барабанщик. Его система, которую он преподает, она, конечно, тоже уникальна по-своему, потому что эта система рассчитана на 4 года, в которой расписан каждый урок. Каждый урок расписан как учебный план. Что будет происходить? И как бы, приходя к нему, в его класс, ты очень становишься более в себе уверенным за счет того, что ты точно знаешь, что 4 года ты не будешь просто так ходить на уроки, и тебя не будут спрашивать одну и ту же гамму в течение целого года, допустим. И поэтому эта система работает. А в чем преимущество этой системы? Эта система начинается с нуля постепенно. Ну как вам сказать, вот Жанна Абрамовна написала книжку «Просто лады», потом «Моя школа», потом методические разработки появились, потом уже для вуза, всяких арестоматий. И вот эти две школы, вот Жанна Абрамовна написала лады, и вот эти фразы. Вот это практически, практически все крутится вокруг этого. Вокруг этого. Вот джазовая импровизация, тоненькая книжка «Белый», и тоненькая книжка «Методическая пособия для духовых инструментов». Вот с этого как бы начинается все, да? Если человек занимает, вот даже дети, там молодые люди совсем, ну где-то от 15-16 лет, впервые услышали джаза, они сразу могут вот так подойти к инструменту, нажать вторую ступень, первую, сказать «О, на что-то похоже, что я слышал-то, где-то я такой вот». А как это строится еще? А если человек еще в музыкальной школе знает ноты, то это вот тот самый стимул, который двигает эти все. «Обитация на 15-19-2011» Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, есть чем сравнить. В первую очередь, это личность педагога, которому трясешься перед каждым занятием. И это здорово, потому что постоянно ты в тонусе. У тебя всегда есть стимул заниматься с утра до ночи, чтобы успеть сделать то, что задают. И самое главное, что ощутим рост. С каждым годом играешь все лучше и понимаешь, что от тебя вообще хотят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, конечно же, тут все в совокупности. Тут обязательно очень нужно много заниматься, обязательно нужно быть так же ответственным. И тогда в процессе обучения все получается. Получается, что ты начинаешь играть, у тебя получается свобода. Появляется шикарный звук. Звук появляется еще за счет того, что ты снимаешь разных музыкантов, разные соло. Это все подразумевает плюс, конечно, требовательность Александра Викторовича. Она работает очень хорошо на нас, на всех действует. А потом мы же становимся такими же требовательными к самим себе и воспитываем уже потом сами себя. Поэтому четыре года, в принципе, достаточно для того, чтобы научить человека хорошо играть. Это не выученные и не по нотам, это играется по цифровкам, которые у нас в ансамбле ухнут. Как любая джазовая пьеса, она стоит из тем, а потом идут цифровки, на которые играется импровизация. Соло не готовится, но наигрываются ходы, все возможные модели, фразы и так далее. И потом это все выдается. В общем, это сиюминутный экспромт. Да, это соло в реальном времени. Да, до сих пор меня критикуют. Там, Лукьянов, там, Чугунов. Да, что ты написал, что ты написал, строят за школу одни там эти фразы-то там, ноты там. Ничего, никакой музыки. Я говорю, а какой ты музыке говоришь, Люся, Юрий Николаевич? А какой музыке можно говорить, когда человек ничего не знает? Для того, чтобы играть музыку, надо что-то узнать сначала. О какой музыке, о каком барашке на небе и солнышке можно говорить? Какие образы можно строить, когда человек не знает, как соединить вторую ступень с пятой? И то есть, вот там, это не прогрессивно, она там, да не сушит она. Те, кто играет, и те, кто талантлив, те играют. А те, кто просто средние люди, понимаете, которые случайно попали в музыку, или просто, ну, не, 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 Бог не одарил, к сожалению, такими способностями, те становятся крепкими, нормальными, сайдными, музыкантами, даже импровизирующими. Ну, не будем говорить, что с искрой во лбу там, или, как говорят, с Божьей искрой. Но, во всяком случае, они находятся в месте работы, и все, и прекрасно себя чувствуют, кормят свою семью, детей, понимаете? А такие люди, как, например, Красильников, Стопчук, там, можно назвать массу людей Моисеенко, но они все, как бы, двигаются дальше. Кто-то в Европу уезжает, кто-то в Америку, потом кто-то возвращается. Но, во всяком случае, они находятся на таком же уровне, как и весь остальной мир. КОНЕЦ Александр Викторович – это великий человек. Любой человек, судьба которого в какой-то момент пересеклась, вот, с Александром Викторовичем, он, я думаю, он получил очень хорошо. А студенты его, это вообще, это самые счастливые люди из них. Потому что такого преподавания нет даже в Америке. Трудно найти человека, который учет, понимает, что он делает, или что он делает, и почему он делает. КОНЕЦ 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 Красивиков, Сосаччук они закончили, как амжировщики, композиторы. Потому что им уже по специальности делать нечего. Они находились на таком уровне, что там... Ну, что они там будут делать? Они взяли то, что не хватало здесь. Александр Викторович, у меня вот то, что надо, вот он меня это все внес в эти четыре года. Поэтому мне было намного легче, чем многим остальным, которые туда приезжают. Там есть много талантливых саксофонистов, которым как раз таки лучше время потратить на изучение саксофона с разными преподавателями. Поскольку мне уже было... Я приехал, я чувствую, что у меня уровень достаточный для того, чтобы как бы быть и в саксофоновой тусовке на нормальном уровне, и для того, чтобы я мог что-то новое изучить там, в другой какой-то области. Я как бы доволен тем, что я делаю, но я все время в поиске, понимаете? Я не останавливаюсь на том, что я делаю. Потому что я все время слежу за тем, что происходит там, я все время выписываю. Потому что институт, к сожалению, за 30 лет никаких денег не выделил. Вся литература, все вот эти вольюмы, все этюды, все диски, все пластинки раньше, там ноты, аранжировки. Все я покупаю за свои деньги. Здесь такое дело, потому что джаз это скоро портящийся продукт. Понимаете, что вот сегодня модно одно, а через год уже модно другое. И если я не буду давать то, что модно сейчас, и это уже будет неинтересно. Я слежу за литературой, которая выходит там. У меня масса пособий, которые появляются, только новые разработки. Я их тут же задействую. Я уже успеваю их вписать даже в программу. Вот одна программа вышла второго поколения, сейчас третья программа поколения пишется. Мы же сейчас переходим на бакалавариат и магистратуру товарищей. У нас будет четырехлетнее обучение в УЗИ. Будет считаться высшим образованием. А магистратура это еще два. Будет шесть лет. Но это магистр, мастер. А нормальное высшее образование, которое принято в Европе и во всем мире, это бакалавр. И сейчас пишутся опять новые программы, так я уже успеваю вот где-то все туда, понимаете. Потому что, чтобы люди, если они даже этого не имеют, они могут это просто заказать. И пользуются их. В 2014 году в 20 училищах Советского Союза открылись отделы эстрадной специализации в ТЗВ. Поначалу было очень трудно. Почему было трудно? Потому что не было никакой литературы, никакой методики, вообще ничего. Студенты были нефти какие, будем говорить так. Как правило, это были классики. Нигде они в музыкальных школах не учились. То есть самородков таких ярких я не припомню. Кто сейчас остался из тех, кто учился у меня, это первый выпуск училища был. Вот он был в 78-м или 79-м году. Рязанцев Сергей Константинович, это первый выпуск училища. Заремба Владимир Романович. Вот эти двое. А остальные, ну так. А потом так это все, очень все было, ну как вам сказать. На нас не обращали внимания, сами в общем-то как-то не считались. И вот мы так телепались до 80-го года, пока нас после Олимпиады не соединили с училищем Октябрьской революции. Нас организовалось сразу два биг-бенда. В общем, кадры как-то были такие, уже начали выходить кадры. Вот появились как раз первые приемы, когда наслили в 80-е годы, это Борис Козлов Сипягин. Преподавал оркестр сухих. Проходили фестивали ежегодно в Москве. Фестивали были везде повсеместно. В Тбилиси, в Ижевске, в Екатеринбурге, в Ростове, в Риге, в Таллине. Будем говорить, что это не такого высокого уровня. Но все равно это было. Я же помню все. Вот с 1974 года я объездил до полстраны просто. Везде была джазовая музыка. Везде были коллективы, которые все делали. Везде были фестивали. Все было так, как должно было быть. Будем говорить, что ничего никуда не пропадало. Играет музыка. Играет музыка. Экатеринбург. КОНЕЦ 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 Вот, значит, началась перестройка, и вот где-то в 87-86 стали появляться американцы здесь. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for this wonderful group from Moscow, USSR, Green Wave! В 90-м году я съездил и ехал. Когда я приехал, я понял, что то, что мы делаем здесь, это просто сделать. Потому что если не будет системы, то в итоге ничего не будет. То есть надеяться на то, что появится какой-то самородок типа Сипягина и Козловой, даст там. Вот такие люди могут появляться раз в 10, раз в 20 лет, да? Все остальное – это мило. Ну, просто мило. Я приехал сюда, очень, так сказать, обидел товарищей своих, коллег. Они на меня, в общем, расстроились, но не подали видов. Обиделись, но не подали видов. Ну, и пришлось мне все самому программу все это делать. Писать программу, писать какие-то посуды и писать. Я заставил Жану Абрану написать вот эту вот методику джазовой импровизации, потому что нужно было привести эту всю систему и как там это делается. Вот приходит преподаватель, он пишет на доске вопросы, которые освещаются. Причем у него книжки. Вот у него урок. Количество уроков в полугодии, в году, да? На каждый урок своя тема, вопросы. И тут же директор директор пополам пишет вопросы, которые из этой темы будут на экзамене. Других вопросов не будет из этой темы, не на деятельство. Вот именно эти. Все. И так каждый урок. Он скорпулезно объясняет, понял ты, не понял. Его не касается. Его касается то, что вот я тебе сказал, ты не понял, значит, ну, подойдешь ко мне там, поговорим, если что там. Значит, ну, придется что-то почитать. Я тебе посоветую, что почитать, что ты понял. Вот проводится урок. Если кого-то нет, значит он пропускает. У него журнал. Он отмечает кого-нибудь. Железница же. И вот экзамен. Я вот как раз попал два месяца и экзамен. Там не было одного человека, помню, японец такой, очень ловкий такой способный пианист в этой группе. Он пропускал. Так вот он пришел сдавать экзамен, его спросили мне то, что он пропускал. И вот там все, все предметы таким образом. И специальность тоже, что вот положено в первом полугодии, там, первый семестр пройти то-то, 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 то-то. Из этого раздела то-то, то-то. Такая-то, такая-то компиляция. На экзамене ты должен сыграть или там на промежуточном зачете. То-то, 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 то-то. Все. Шаг в сторону, расстрел. Ну, мне это совсем как бы так поначалу не понравилось, но потом, когда я походил, я понял, в чем дело-то. Потому что, если человек талантлив и способен заниматься, он занимается, и для него это вообще ерунда. Он еще больше. Он начинает заниматься совершенно другим, еще подтягивает к себе другой материал, который он видит там. Он знает, что вот если он это знает, он может взять оттуда, он уже начинает заниматься вперед. И вот эти люди более активно, они вот как бы и держатся. А в основном там то же самое. Там, как вам сказать, вот есть верхушка, которая очень сильная. Их мало. Совсем мало. Середина очень крепкая. Вот такой величины. Да? А вот все, что вот вниз, оно вот такой слой. Понимаете? Но там это массово, и поэтому кажется, что там всего много. Правильно? Потому что там в каждом городе чуть не университет, колледж, при каждом университете джазовый факультет или оркестр хотя бы там. Там вот и все происходит. Поэтому из большего выбирается как бы меньшее, но это меньшее, но большее, чем наше. Наша большее. Вот такая система. Давайте сейчас сыграем тему сначала с уступлением. Просто тему. Сдержим. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. 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 это все будет в порядке. Потому что личность музыканта, его, так сказать, профессиональная подготовленность и его объем той работы, которую он делает, она формируется не только под занятием на инструменте, понимаете, к сожалению, и не только занятием в оркестре и в ансамбле, но еще есть вот ряд предметов, которые я назвал, которые где-то на 40 процентов, на 40 процентов делают исполнителей совершенно другого качества. У меня надежда на ребят, которые там в Беркле учатся. Может они вернутся там, потолкаются в Нью-Йорке там, потусуются и вернутся все сюда. А работать надо где-то будет, вот на них надежда, что они смогут наконец поднять этот предмет. А вы считаете данные поступающих у ребят молодых, они на поступку могут? Если бы дисциплина были, вы считаете, что мы могли бы иметь? Да, да, нам бы могли приезжать иностранных студентов учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова